Дневной разворот Особенно учитывая прогноз погоды Кто еще не знает, может зайти на наш сайт И посмотреть. Нам обещают выходные Дождей и на следующей неделе снова Дождей и холод. Ну не просто дожди, а там Настоящие ливни, прям как из ведра Я не смотрела еще прогноз Я боюсь. Эту тему мы обозначили Как лето без тепла и света, как настроиться На позитивный лад, если погода этому не благоволит Ну очень актуально и очень, по-моему Серьезно. Вот нашим гостям, которые уже В студии сейчас, я предлагаю оставаться на второй час Тоже поделиться своими впечатлениями Об этом прохладном лете Итак, молодые кировские парламентарии Определились с планом работы Наша первая тема и представляем наших гостей Представляем гостей. Дмитрий Шатунов Заместитель председателя молодежного парламента Кировской области и представитель Молодежного парламента в Госдуме. Добрый день Добрый день. Поближе микрофон, пожалуйста И Юрий Балыбердин, председатель комиссии По регламенту депутатской этики Реализации депутатских полномочий Вопросом информационной политики И взаимодействия с институтами гражданского Общества законодательного собрания Кировской области. Добрый день. Вы курируете молодежь? Я напоминаю нашим слушателям. Молодых парламентариев, да, можно вас называть? Да, можно сказать так. Мы некоторое время назад взяли обещание, что мы будем интересоваться работой молодежного парламента и будем информировать наших слушателей о его деятельности. Вот сразу же хочу Дмитрия спросить. Представители молодежного парламента в Госдуме в ОЗС такого института нет. У нас представитель в Совете Федерации от законодательной ветви власти есть, да? А вот именно чтобы в Госдуме кто-то там представлял ОЗС? Поясните, пожалуйста, в чем заключается ваша роль именно на этом поприще? У нас же есть депутаты Государственной Думы от Кировской области. У нас есть молодежный парламент при Государственной Думе, куда входят по одному представителю от каждого субъекта Российской Федерации. От Кировской области был избран я и представляю молодежный парламент Кировской области в Молодежном парламенте при Государственной Думе. Ну и отдельно еще с недавнего времени занимаю должность там заместителя-председателя Молодежного парламента при Государственной Думе. Как интересно, а как там все происходит? То есть вы тоже на сессии собираетесь на пленарные заседания? Верно. И на каникулы тоже уходите? И на каникулы уходим. Сейчас у вас каникулы? Нет, сейчас у нас активное выездное заседание. Недавно мы вернулись из выездного заседания в городе Калининград, а следующее через неделю уже в городе Иркутск. Не отдыхаете, понятно. Должность, простите, оплачиваемая? Нет. Не оплачиваемая? Все на общественных началах. На общественных началах. Как часто приходится выезжать на заседание? Четыре раза в год, как минимум. Ну, в общем-то, не часто. Раз в квартал, получается. Ну, я бы хотел уточнить, что должность, конечно, неоплачиваемая, но молодежный парламент финансируется со сметой законодательного собрания Кировской области, поэтому вот такие выезды, они, конечно же, компенсируются. Ну, то есть накладные расходы оплачиваются, проживание, проезд, вот это все, да? Да, да, да. Ну, повод для нашей сегодняшней встречи — это непосредственно пленарное заседание молодежного парламента, которое состоялось позавчера, 27-го числа, и уже есть информация в СМИ, в том числе на сайте законодательного собрания. Давайте пройдемся по тем темам, которые там были. Итак, вот то, о чем мы узнали. Во-первых, предложение внести поправки в региональные законы о молодежной политике и прописать отдельную статью о форуме молодежи. О чем идет речь? Ну, я думаю, Дима лучше прокомментировать. Это он автор, да, автор, да. Форум молодежи, который будет проводиться не реже одного раза в год. Да, вы, кстати, выступали с этим предложением. Да. Начнем с того, что 22 мая в Государственной Думе прошли парламентские слушания по молодежной политике. Это впервые была задана такая тема молодежной политики на парламентских слушаниях. И по ее итогам Совет Государственной Думы принял решение, что нужно будет провести форум молодежи, который бы был не грантовый, как сейчас, когда приезжают, представляют проекты, получают гранты, деньги, а именно форумы взаимодействия власти и молодежи. И такой форум в Москве уже пройдет в ноябре. Впервые? Впервые, да. Именно будет диалог власти и молодежи, где молодежь выскажет свои мнения, предложения, которые будут учтены. А что за молодежь, представляющая какие организации? Все молодежные общественные организации. И молодежные парламенты имеют право там быть? В том числе, да. Пока что еще положения об этом форуме нет, он разрабатывается. И в связи с этим мы решили в молодежном парламенте при Государственной Думе, что необходимо вносить поправки в региональные законы о молодежной политике и добавлять статью о молодежном форуме. Зачем это делается? Во-первых, мы закрепляем данной статьей те решения форума, которые будут принимать молодежь. В настоящее время форум проходит, выдаются гранты, решения к их не принимаются, поговорили, разъехались. Мы же предлагаем закрепить в законе, что форум большинством своих голосов будет принимать решения, обращения, рекомендации к органам власти, исполнительной и загадательной власти, субъекта Российской Федерации. И эти предложения будут обязательно к рассмотрению. Конечно, они будут рекомендательный характер иметь, но власти будут обязаны их рассмотреть и по ним высказать какие-то вещи. В настоящее время такого механизма нет? Молодежь не может? Нет, молодежь может, но этот механизм закреплен в законе и ни на каких форумах этого не делается. И когда, собственно, уже стоит ожидать принятия данного решения? На позавчерашнем пленарном заседании мы приняли данную поправку, одобрили ее. Сейчас она будет разрабатываться совместно с Министерством спорта и молодежной политики Кировской области, чтобы нам очень гработно внедрить эту поправку в наш закон и совместно реализовывать форум, который будет у нас в сентябре. Это молодежный форум «Вятка Фьюча». Подождите, я немножко не поняла. Все-таки форум останется тот, который был, просто у него несколько расширится его функционал, скажем так. Да, все верно. Мы сделаем отдельную площадку, которую будут реализовывать именно молодежные права на Кировской области. И мы предлагаем на эту площадку пригласить представителей органов власти и обсудить те вопросы, проблемы, которые у нас стоят перед молодежью. И отдельно еще в законе указано, что на нашей площадке обязательно Министерство спорта должно будет отчитаться о проделанной работе за год по молодежной политике. В сентябре уже после выборов губернаторских? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Первого лица региона будет форум проходить. Взрослые депутаты, депутаты ВЗС как-то участвуют в этом процессе, в этих поправках? Ну вот вы знаете, когда вы сказали, что я куратор молодежного парламента, мне бы хотелось отметить, что ребята исключительно самостоятельно работают, очень много хороших инициатив. И единственное, что, наверное, с моей стороны, со стороны взрослого парламента, это некая методическая помощь. Ребята принимают участие в работе комитетов и комиссии законодательного собрания области. Также точно мы принимаем участие в заседаниях комитетов, которые проходят в молодежном парламенте. Поэтому я считаю, что взаимодействие идет исключительно продуктивное. И вот хотелось бы отметить, что за вот это время существования молодежного парламента ребята отметились уже очень многими добрыми делами. Ну и вот теперь еще идет законодательная инициатива. Только хочется сказать, чтобы так держать. Это действительно хорошо и успешно. Ну, добрые дела. Давайте поясним, что за добрые дела. Наверное, Дима начнет. Похвалите себя и своих коллег. Помимо законодательной работы, второе направление нашей деятельности – это проектная деятельность. В настоящее время у нас закреплено 9 проектов, над которыми мы уже работаем и над которыми будет вестись работа в дальнейшем. Говоря о проектах, это разной направленности. Давайте расскажем, что это такое. Давайте начнем с такого яркого проекта, который реализуется по всей России, всеми молодежными парламентами. Это всероссийский тест по истории Великой Девчатой войны. 12 апреля мы по всей России и в 47 странах мира организовали тест уже во второй раз по истории Великой Девчатой войны. Мы говорили о нем в эфире, да? Да. Ну, тест прошло более 300 тысяч человек. В Кировской области у нас 6700 человек прошло тест. Результат средний 17,5 баллов из 30. Это всероссийский. В Кировской области тоже самое. 17,5 баллов. И данный тест мы проводим не просто ради того, чтобы узнать статистику, насколько хорошо мы знаем историю нашей страны и Великой Девчатой войны, а для того, чтобы сподвигнуть людей, выйти с этого теста, зайти в Википедию и почитать, какой же был ответ правильный на вопрос. Посмотреть какие-то военные фильмы и проведить интерес к изучению истории нашей страны. Или учебник открыть. Да. Или поднять, не знаю, какие-то семейные религии. Пересмотреть, перелистать, перечитать. Также пойдем по проектам, которые направлены на патриотическое воспитание. К 9 мая мы... Да я предлагаю все 9 их осветить. Хорошо. Многие же не знают. 8 мая мы провели уже ставший нашим традиционным автопробъект по районам Кировской области. Мы собираемся в Кирове. Приуроченные к Дню Победы. Дню Победы, конечно, да. И выезжаем именно в районы. Потому что в районах мало мероприятий. И тем ветеранам труда, ветеранам великолепной войны, которые есть в районах, им нужно тоже внимание, особенно молодежи. Мы выезжаем к ним, делаем концерт, проводим митинг, встречаемся с молодежью района, общаемся и тем самым поздравляем еще с Днем Великой Победы. Молодежный парламент целиком в этом участвовал? Да. Я тоже участвовал. Мне очень понравилось. И вообще отрадно, что на этих мероприятиях бывает очень много молодежи. Вот в районах мы были в Кирове-Чапецке, в Проснице. И очень отрадно, что когда мы ехали по пути, многие водители, которые встречали с нами на встречу, бибикали, сигналили. Приветствовали. Приветствовали, да. То есть это говорит о том, что, наверное, акция должна стать традиционной. Она действительно достаточно эффективна. Она впервые прошла? Нет, второй раз. Юрий Александрович, вы говорите, Чапецкая, Просница. А дальше вот как-то от Кирова вы забираетесь вообще? Да. Или все-таки ближе к областному центру? Докуда доехали-то в итоге? В прошлом году до Советска доезжали. Так. А в этом? В этом году до Просницы только доехали. До Просницы, понятно. Мы берем все направления сначала. А, ну в разные, да? В разные районы, да. По разному вектору ездить. А хватит потихонечку всю власть. Ну, в следующем году предлагаю по Казанскому тракту двинуться. Кумену, Сунау, Ржуму и так далее. Да ладно, приглашаем вас с нами. Давайте поедем вместе. Хорошо, запомнили. Дальше пройдем. Да, следующий проект — это «Рекорд Победы». Сейчас к спортивным проектам переходим. «Рекорд Победы» мы проводим 9 мая. Это тоже всероссийская акция, которую реализует молодежные парламенты страны. Это тот день, в который вся молодежь, которая занимается спортом, отжимается. Так интересно. Отжимается количество дней, сколько прошло после Дня Великой Победы, после 9 мая 1945 года. И в этом году это было 26 или 9 тысяч. 26 тысяч с лишним, да. 26 с лишним тысяч раз. Мы за три часа справились с молодежью Кировской области. Очень все это быстро сделали. Погода, конечно, подкачала. Да, я напоминаю, что это не один человек 26 тысяч раз. Это отжимается. Это просто друг друга меняют участники, я так понимаю. Да, было очень много людей. Подходили, спрашивали, что вы делаете, почему все отжимаются. Мы им рассказывали. У нас флешмоб тут. Да, сами присоединялись. То есть это тоже такой очень крупный проект. Следующий проект... Так, давайте мы все-таки сделаем небольшую паузу у нас. Но давайте, третий проект закончили, на четвертом остановились. Пауза. Продолжается дневной разворот. Мы говорим о деятельности молодежного парламента Кировской области. Дмитрий Шатунов, зампредседателя молодежного парламента. У нас в студии представитель парламента в Государственной Думе. И Юрий Балыбердин, председатель комиссии по регламенту депутатской этики, реализации депутатских полномочий, вопросам информационной политики и взаимодействия с институтами гражданского общества областного парламента. Итак, о проектах говорим. Три перечислили, да, Дмитрий? Продолжаем дальше. Следующий проект — это Всемирный день подтягиваний, который инициировали литовцы. Причем здесь литовцы? Те ребята, которые занимаются воркаутом. Президент Всемирной федерации воркаута из Литвы. Он инициировал этот проект, который потом пошел по миру. В 2015 году этот проект Россия заняла пятое место. В 2016 году подключились мы, молодые парламентарии всей страны. И уже второй год мы занимаем первое почетное место во всем мире по количеству сделанных подтягиваний и зарегистрированных площадок. Мы — это Россия. Мы — это Россия, да. Когда он проходит? Он проходит 12 сентября. В этот день будет 9 сентября. В 2017 году. Проект предусматривает... Как это будет выглядеть? Это молодежный фестиваль спортивный. Куда может прийти не только молодежь, приходят семьи с детьми. Выполняют подтягивания на результаты, выполняют отжимания на брусьях. Мы это все суммируем, результаты отправляем в общий штаб, где это все подсчитывается. Также мы готовим хорошее... А приукрасить нельзя? Подтянулись одно количество раз, а написали другое. Нет. Но никто же не смотрит. Как это фиксируется? Кроме вас. Мы это фиксируем, конечно. У нас профессиональные тренера фиксируют, как нужно правильно выполнять подтягивания. Там все очень сложно. А, то есть если ты неправильно подтянешься, то не засчитают этот раз? Не засчитают. Ого, ничего себе. Но мы готовим хорошие призы, привлекаем спонсоров. И с этого года наша идея стала не только проведение спортивного фестиваля, а сбор денежных средств на строительство спортивной площадкой профессиональной для занятия воркаута. У нас есть хорошая команда по воркауту в городе Кирове, которую мы также курируем. Помогаем ребятам выезжать на соревнования, на различные. И они попросили, что нужна нам хорошая спортивная площадка в городе. Мы сейчас этим занимаемся. А, то есть это еще одна? Это не та, которая недавно появилась? Нет, недавно появилась. Какую? На набережной. На набережной недавно открылась площадка вторая. На набережной спортивная, да, а тут именно нужны турники профессиональные. Понятно. Данная площадка стоит больших денег, поэтому мы идем в этом направлении. А место уже известно, где она может появиться? Планирован за филармонией. Ага, парк Гагарин. Да. Да, понятно. Сколько нужно денег уже примерно? Полтора миллиона. Полтора миллиона профессиональная такая штука? А, собственно, где будет проходить 12 сентября вот это? У цирка. У цирка? Да. На турниках за цирком. Экстрим-площадка где она находится? Да, да, да. Ясно. Но это все будет ближе к делу, будет подробно еще анонсироваться. Конечно, конечно. Будете приглашать всех желающих. Хорошо. Да, давайте перейдем к следующему проекту. Давайте. Это очень интересный проект, который называется «Встреча с депутатом». Ого. У нас есть встреча с депутатами в законодальном собрании Кировской области, в Государственной думе, встречаемся с депутатами в пиджаках. Но мы решили, так как лето, и мы хотим, чтобы было лето, хорошая погода, мы решили, что нам нужно встречаться с депутатами не в кабинетах, а на улице, в парках, в интересных местах, на набережных, и говорить с ними не только о делах, о молодежной политике, а спрашивать все интересующие вопросы. Во-первых, это открытость власти, во-вторых, это интерес для молодежи, мы можем задать любые вопросы. И вот с июля месяца мы уже планируем запускать этот проект в Кировской области и потихоньку приглашать интересных для нас депутатов. Ну вот уже свое согласие дал Вячеслав Степанович Тимченко, сенатор от Кировской области. Ну, я думаю, что и другие депутаты также отзывутся. Но он будет первым, да, с кем ребята пообщаются? Только молодежный парламент будет общаться? Нет. Все желающие. Все желающие. Так, слушайте, а как это происходит? То есть вы отлавливаете депутата? Ну, приводим куда-нибудь в парк. Приводите его. Садим на скамеечку, садимся рядышком. Да, окружайте. И задаете свои вопросы. Да, и разговариваем. То есть здесь идет не только депутатов Госдумы, я так понимаю, и законодательные собрания. Конечно. Смешники будут приглашаться на эти встречи, чтобы как-то потом отображение получило в журналистских материалах. Да, и все это будет вестись на новой трансляции. Мы же молодежный парламент. Так же, как и на автопробег, мы вас приглашаем. Спасибо. Ну, вот, то есть это и депутаты ЗАГС-собрания, депутаты Гордумы. Да. И разных других, собственно, уровней законодательной власти. Хорошо. Интересно, еще дальше пойдем. Следующий проект – это социальный комитет, который у нас реализует поездки в детский дом города Слободского. Мы хотели взять один из отдаленных детских домов, которому посвятили нашу деятельность социального комитета одной из направлений. Ребята у нас ездили месяц назад в этот детский дом, провели там целый день с ребятами, организовали им футбольные встречи, организовали мероприятия, сделали вместе поделки и решили взять этот детский дом под шефство. То есть мы регулярно сейчас будем с этими ребятами взаимодействовать, добавились в контакте с ними, общаемся, они задают нам вопросы, мы с ними видимся. Я в этой поездке тоже был. Какой возраст, ребята? Разный возраст, школьный. Школьный возраст, да. То есть от малышей до выпускников. До подростков уже. Да, до подростков. Мы очень плодотворно поговорили с директором, там есть некоторые проблемы, которые нужно решить, в частности сделать забор, еще кое-какие хозяйственные вещи, там надо под белку сделать, стены покрасить. И члены комитета социального сказали о том, что мы не будем ни у кого ничего просить, мы это сделаем собственными силами. К тому же отрадно, что у нас в молодежном парламенте есть представители студенческих отрядов Кировской области, то есть ребята, которые практически профессионально могут эти работы выполнять. Ну а забор колотить будем вместе с ребятами, с подростками, они готовы, у них там есть соответствующие направления трудовые, то есть это не запрещено, поэтому вот будем вместе творить добро. Ну получается сами закупите, сами приедете и своими руками сделаете. Да, именно так. А в перспективе вы говорите постоянное шефство. Какую еще поддержку, помощь будете оказывать? Именно с ребятами, социальная адаптация ребят, то есть помощь им, нужно куда-то поступить, выбрать образовательное учреждение. Поездки, прогулки, экскурсии, какие-то знакомства новые, то есть расширение кругозора. Для ребят, которые в детском доме, именно вот это общение чрезвычайно важно, потому что в материальном плане, конечно же, они обеспечены, это как бы не подлежит сомнению, но вот то, что касается общения, ну и это общение должно быть именно на постоянной основе, то есть не так, что пришел и все, ушел и навсегда. Тогда лучше вообще не ездить, поэтому мы приняли решение, что эти поездки будут регулярными. Да, ну мы прекрасно знаем о том, да, когда ребята покидают, да, вот эти стены этих учреждений, оказывается, в настоящей современной жизни. Взрослые. Пополномоченный по правам ребенка в Кировской области, Владимир Шабардин регулярно говорит об этой проблеме. Хорошо, еще остались проекты. Да, еще один проект, который родился из той поездки в Калининград, заседание молодежного парламента. Можно его назвать, базовое название, либо почетный краевед, либо вятский краевед, кировский почетный, кировчанин и остальные. У нас в настоящее время более 1200 памятников культуры, культурного наследия в Кировской области у нас находится. И мы хотим перенять опыт Калининграда, когда выбирается 100 памятников, 20 памятников и 10 памятников. И также делаются значки. Это бронзовый значок, серебряный значок и золотой значок, например, вятского краеведа. Назовем так, пока название мы не утвердили. По принципу ГТО? Да, по принципу ГТО. Хочешь получить бронзовый значок, приедь на 10 памятников культуры, найди их хотя бы в городе. Сфотографируйся на фоне их, опиши о нем, чтобы узнали твои знакомые, выложи в социальную сеть, и после чего тебе вручат бронзовый значок. Если хочешь получить серебряный значок, найди уже 20, и тебе нужно уже будет выехать из города и находить их в районах. Если ты хочешь золотой значок, 100 памятников культуры, находи, пожалуйста, получай золотой значок. Какие плюсы здесь? Во-первых, развитие внутреннего туризма, привлечение молодежи к этой деятельности. И вчера на заседании высказали идею, что у нас вузы могут добавлять до 10 баллов за активную деятельность при поступлении, за волонтерскую книжку. Приравнять тоже значки для добавления баллов при поступлении для студентов. Я, может быть, добавлю еще как раз высказанная идея была вчера по поводу использования ГИС-технологий. То есть возможность сделать карту Кировской области, где, может быть, расширить не только памятники культуры, а вообще памятные места, связанные с историей церкви, например, ну и так далее. Чтобы не ограничиваться только официальными памятниками истории культуры. И эта карта, она может быть интересна как раз нашим соседям, тем людям, которые проезжают через Кировскую область. У нас действительно есть что посмотреть. Это будет способствовать развитию внутреннего туризма. И вот, то есть в практическую плоскость можно вот эту идею переложить. Карту-то планируется делать как раз вот с участием молодых людей, которые будут выезжать на эти памятные места. Это будет отдельный сайт, или он будет куда-то интегрирован? Ну, пока мы решили создать, ребята решили создать рабочую группу для того, чтобы разработать более четко вот этот проект. Ну, а дальше уже будем смотреть, как это будет работать. У меня еще один маленький уточняющий вопрос. Скажите, а вы каким образом будете выбирать вот эти 10 памятников, 20, 100? Или это можно самостоятельно будет делать? То есть ты выбираешь любые. Или все-таки вот этот список из 1200 объектов, да, про которые мы изначально говорим, он где-то представлен, и ты просто из него выбираешь, как это будет. В общем, как ты будешь знать вообще, что это памятник, да? Да, ну, то есть ты едешь, ты едешь куда-то, а вдруг ты мимо проедешь, а можешь сфотографироваться и бал себе заработать. Вот вам и квест, найдите памятники. Да, то есть, конечно, мы каждому памятнику не сможем подставить указатели, но в перспективе к этому нужно будет идти. А памятники, скорее всего, определим, и будем привлекать молодежь из районов, чтобы они сами голосовали, сами выбирали, определяли у себя в районе, например, там. В этот район у вас 10 памятников, выбирайте, пожалуйста. Они сами определяют эти памятники, которые будут интересны, которые будут необычны. И плюсом мы будем не только памятники сюда вводить, а еще и мероприятия, например, в Вятске лапать или истебенский огурец, и ты не сможешь получить золотой значок, если ты не сидишь на эти мероприятия. То есть за один день значок не получить будет. Нужно, чтобы ты за год посетил мероприятия наши в Вятске, нашел памятники культуры, и потом тебе торжественно вручили золотой значок почетного краеведа. Кстати сказать, не так давно был реализован проект Российской Федерации «Дорога к Обелиску». В том числе и мы тоже участвовали активно в этом мероприятии, когда вот те места памятные, связанные с Великой Отечественной войной, не только фотографировались там, но и обустраивались. Вот может быть действительно здесь, опять же, в практику, если есть места какие-то достопримечательностей, которые не ухожены, не прибраны, то еще параллельно и вот сюда носить совершенно верно. Совместить не только туризм познавательный, но и волонтерскую деятельность какую-то. Именно так, да. Именно так. У нас сейчас будет небольшая реклама, после которой мы продолжим нашу беседу. Продолжается программа «Дневной разворот». Анна Лапшина, Владимир Сметанин. Мы с тобой, Анна, допустили небольшую оплошность. Забыли про опрос. Большинство первой части «Разворот» позади, а мы опрос еще наш не озвучили. Итак, вопрос касается не молодежного конкретно парламента, а вообще молодежи. Молодых. Молодых у нас в области, как вы считаете, чиновники слышат и выполняют их рекомендации? То есть молодых слышат, но не выполняют, не слышат, делают все по-своему, чиновники вот такие нехорошие. Мне на молодых наплевать, у нас есть такой тоже вариант ответа. Я могу озвучить результаты голосования на нашем сайте хакирова.ру. Итак, самый популярный ответ «Не слышат, делают все по-своему». Вот, к сожалению, так. Ну, то же самое у нас на странице ВКонтакте. На втором месте «Слышат» все-таки, но не выполняют рекомендации молодых. На третьем «Слышат, выполняют» рекомендации. Этот вариант у нас набирает 14 с небольшим процентов. И к моей все-таки радости вариант «Мне на молодых наплевать» его никто не выбрал из голосующих. А на странице ВКонтакте все-таки 4% как раз есть «Мне на молодых наплевать». Дмитрий, ну вы уже понотарили, собственно, в молодежной политике. Ваше мнение слышат? Слышит руководство мнение молодежи? Прислушивается? Я сам на вашем голосовании поставил номер 2. Так. Слышат, но не выполняют. Но я бы добавил здесь, но не всегда выполняют. Но не всегда выполняют. Да, они слышат. Власть слышит, идет на диалог. Законодательное собрание полностью для нас открыто. Министерство спорта тоже. Но не всегда... Да, остальные министерства и ведомства, городская администрация. Конечно, мы просто... Городская администрация всегда идет нам на встречу и согласовывает наши мероприятия. Не было еще такого, чтобы нам мероприятия не согласовали. Но ведь не мероприятиями, так сказать, едины. Хотелось бы что-то еще больше и глубже. Нет, ну хорошо, спортивный праздник, концерт или еще что-то. Но вот дальше-то идти. Вам тоже хочется? Конечно. Да. Но вот для этого мы вносим эту поправку, которая бы уже закрепляла. Да. Закон о молодежной политике Кировской области. Которая бы закрепляла, что те решения, которые мы будем принимать на форуме, они будут обязательны к рассмотрению. И власть нас уже будет точно слышать. И писать нам ответ. Это по аналогии с тем же гражданским форумом, который организует общественные палаты Кировской области. Резолюция и затем уже отчет, что сделано, что не сделано. Да, все верно. Напомним, что в сентябре планируется проведение этого форума. Я хотел бы уточнить, как раз вчера было пленарное заседание общественной палаты. А мне по моим полномочиям выпало счастье работать с общественной палатой. Значит, форум гражданский будет в этом году в ноябре, в 20-х числах, 25-27-е примерно, да. Поэтому я думаю, что в этом году и молодежный парламент активно откликнется на вот эти призывы. То есть сейчас создается оргкомитет, куда войдут представители общественной палаты, естественно, правительства области и законодательного собрания Кировской области. Так, продолжаем дальше наш разговор. Мы закончили, да, по всем проектам? Нет, еще один остался. Еще один проект остался, да. Последний проект в списке, но не последний в нашей деятельности будущей, это проект «Парламентские слушания». Мы их назвали «Молодежное публичное слушание». 12-го, сейчас уточню дату. Осень уже? Да. Или уже лето? Да. Еще лето, точнее. Еще лето. Ну, совсем недавно мы провели данное «Молодежное публичное слушание» у себя в Кировской области на базе Дворца молодежи. Пригласили всех студентов, всю молодежь работающую. Пришло немало людей и пригласили представителей власти как раз таки. Мы обсуждали… Кого это конкретно? Министерство образования, Министерство спорта и молодежной политики, представители администрации, управления по молодежной политике. Вузы были представлены? Да, вузы, общественная палата Кировской области. Было широкое представление представителей власти. И мы разговаривали, что же мы можем предложить на парламентских слушаниях, которые пройдут в Государственной Думе. Обсуждали абсолютно все, и патриотическое воспитание, и профориентацию в школах. Все предложения. Было очень много предложений. У нас есть большая итоговая резолюция, которая выложена у нас и на сайте, и в нашей группе ВКонтакте. На сайте Молодежного парламента? Да. Который на законодательном собрании находится. Сайт. И все эти предложения мы выслали в Молодежный парламент при Государственной Думе, которые они озвучили на парламентских слушаниях 22 мая. А, кстати, хочу отвлечься. Вы как представитель Молодежного парламента в Государственной Думе общаетесь, встречаетесь с ребятами из других регионов. Насколько схожи или насколько различны проблемы? Страна-то большая. Проблемы в молодежной политике? Да, именно в молодежной политике. То есть те темы, которые интересуют представителей молодого поколения. Конечно, есть своя специфика в некоторых регионах, где есть свои проблемы, связанные с молодежной политикой. Но в основном это общие проблемы, и мы работаем над общими проблемами. Одна из проблем — это отсутствие федерального закона о молодежной политике. И также в 78 только субъектах действуют законы о молодежной политике, законы субъектов из 85 субъектов. И многие из них уже устаревают. То есть мы работаем над ними. В качестве положительного примера можно отметить соглашение, подписанное между Молодежным парламентом Кировской области и Молодежным парламентом Республики Коми. То есть отношения выстраиваются уже с соседями. В каком направлении выстраиваются? Вы в гости друг к другу будете ездить? В чем интерес взаимный? Что за проекты? Каковы плоды того сотрудничества? Во-первых, мы вместе будем работать над теми законами. То есть все наши законопроекты, которые мы рассматриваем здесь у нас, мы высылаем им, чтобы получить от них еще обратную связь. Одна голова лучше, одна голова хорошо, две лучше. Мы от них получаем обратную связь. Также мы делимся проектами. Какие-то у них есть интересные проекты, какие-то у нас есть интересные проекты для них. Ну и плюсом то, что они могут официально нас приглашать на все мероприятия, согласно нашего соглашения, на форумы. Вот, например, форум будет, молодежный форум. Мы туда в Республику Коми поедем. Когда? Через неделю. Через неделю поедете. Я вспомнил о том, что слухи ходят, что регионы сливают. Это случайно не первый такой шажок объединить Коми и Кировскую область. Нет, я думаю, что нет. Об этом речи не идет. Нет, об этом речи нет. Хорошо. Готовят просто вперед на много лет. У нас хорошая, большая область. Я считаю, что самодостаточная. Так что будем развиваться сами. Ну мы шутим, конечно, да. А, кстати, ОЗС сотрудничество с парламентами других субъектов федерации тоже существует? Конечно, конечно, безусловно. Поэтому я думаю, что и аппарат законодательного собрания с аппаратами других законодательных собраний обмениваются там позициями. Так же точно и на уровне депутатов контакты такие есть. То есть это сотрудничество, оно есть, конечно, безусловно. Дмитрий, если говорить о более отдаленной перспективе, есть уже в голове такие зреющие законодательные инициативы? Мы работаем... Это то, что обсуждают сейчас в недрах молодежного парламента. Да. У нас семь комитетов, как в законодательном собрании Кировской области. И каждый комитет работает в своем направлении. Например, в экологическом комитете уже разрабатываются поправки. Вот, про экологию-то тоже хотел спросить. Все-таки год экологии, а мы вот еще не сказали, что же молодых-то тут интересует. Поправки уже прописываются вместе с правым управлением законодательного собрания Кировской области, а нормативов выбросов на территории детских учреждений, именно детских садов. Но это такая специфика, и я вам... Что это имеется в виду? Что, например, для учреждений... Сами детские сады что-то выбрасывают? Нет, на территории детских садов, чтобы был чистый воздух. Например, это есть нормы для школ, для территории школ, но нет таких норм для территории детских садов. Да ладно, неужели? Да, есть там различия, нормы есть, но для школьных территорий эти нормы высокие, а для детских садов эти нормы низкие. Поэтому нужно либо уравнивать, либо наоборот у детских садов нормы повышать. Поэтому у нас экологический комитет сейчас работает над этим очень упорно, и когда будет эта инициатива уже прописана, мы, конечно, ее представим. Я, честно говоря, не очень понимаю, как это вообще сделать. Как это реализовать? Я вообще не уверена была про нормы чистоты или загрязненности воздуха на территории школ. Школы находятся у нас большинство, если мы говорим о центре, в центре города, тут движение. Вблизи магистрали автомобильных. Никак ведь не сделаешь. Нет, вот ребенок пойдет в школу старше, собственно, в садик, который находится в 20 метрах от одной из крупнейших городов. Колпак ведь он повесишь над садиком или над школой. Как это вообще делается-то? Ну, да, пожалуйста, да. У вас просто такое умолчание? Нет, аппаратура так настроена, что она отрубает, если молчать. Все понятно, не буду молчать. Вообще тут разные варианты есть. Лично я, которые могу сказать, которые услышал на комитете, это заборы, это насаждение. Зеленые. Зеленые насаждения и так далее. То есть там масса вариантов. Я не так силен в этом направлении. О, я был недавно на родительском собрании в садике впервые. Возможно, кстати, какое-то производство, например, рядом находится, там вредно, еще что-то. Ну, то есть тут варианты, конечно, есть. Становление фильтров и так далее. Понятно. Еще что-то в экологическом плане есть? В экологическом пока нет, но там у ребят очень много инициатив и по сдаче битого стекла и по всем остальным вопросам. То есть вот такая утилизация мусора, сортировка, вот эта тема, которая сейчас очень модна и популярна. Они работают в этом направлении. Ну и дальше, конечно, у нас есть еще одна очень-очень крупная инициатива. Это реестр спортсменов Российской Федерации. Это тема, которую в 2000-е... Это в рамках молодежного парламента федерального? Да. Нет. Вообще, это тема и как нашей области, так и федерального парламента. То есть инициатива Кировской области. Ну и сейчас будет весь федеральный парламент работать над этой инициативой, потому что тема очень интересная и в Калининграде представили ее. А смысл в чем, собственно, цель? Смысл в создании электронного реестра всех спортсменов Российской Федерации. На каждого спортсмена будет свой паспорт, который как на стречку ВКонтакте, ты можешь заходить под логиновым паролем, на котором будет информация... А, соцсетей для спортсменов, так. Не только для спортсменов, но и для тренеров, и для всех, кто следит за спортом вообще. Для всей системы спортивной нашей Российской Федерации. Здесь будет вести вся информация о спортсмене. Сколько лет, где учится, какие достижения, на каких соревнованиях участвовал, в какие секции ходит. Это мы о молодых спортсменах говорим. Нет, это вообще о всех спортсменах. Обо всех спортсменов. Когда спортсмен поступает в спортивное учреждение, на него заводится электронный паспорт спортсмена. С фотографией все, когда там также будет обновляться информация, и туда будет заноситься вся информация. Какие плюсы? Во-первых, те спортсмены из глубинок, которые показывают неимоверные результаты, они могут показать себя, тренера могут их увидеть, пригласить в сборные. Либо хотя бы на сборы, чтобы посмотреть на них. Во-вторых, это упрощение всей бумажной волокиты, когда на соревнования, чтобы зарегистрироваться, нужно отправить заявку, нужно много документов приложить. Здесь же все будет онлайн проходить. Также это чистота, чистота борьбы с коррупцией в спорте. Ну и плюс это борьба с таким явлением, когда многие спортсмены предоставляют ложную информацию о своем возрасте. Неужели такое бывает? Ну, чтобы попасть, видимо, на соревнования разных уровней. Да, возможно. Спортсмены где-то есть, юниорские. Об этом я как-то не подумала. Там же разные нормативы для юниоров и для взрослых. Мы говорим о спортсменах профессиональных, не любителях. Мы говорим о профессиональных спорте. Это кандидаты в мастера, мастера какие-то. Да, ну, первый разряд юношеские уже получают в малом возрасте, поэтому с малого возраста эта тема будет актуальна. И мы будем бороться именно с этой темой, потому что возраст будет невозможно подделать. С самого детства будет вестись этот паспорт спортсмена и будет понятно, где он выступал и какой у спортсмена возраст. Всех сосчитают. Ну, не могу не спросить. У нас многие инициативы зачастую упираются в финансовые проблемы. За чей счет? Сие. За счет федерального бюджета, конечно, здесь, да. А есть уже? Они готовы дать денег? Готовы, да? Нет, пока что мы эту тему обсуждаем. Мы хотим представить концепт всей этой системы, разработанный, чтобы он был понятен, все было прописано и чтобы не только представить концепт, а внести изменения в закон о физико-культуре спорта, в спорте в Российской Федерации. Эта поправка уже была введена. В 2007 году Вячеслав Фетисов был инициатором подобной инициативы, но они предлагали сделать электронные карточки. И на этом нужно было намного больше денег, чем сделать сайт, большой сайт. Поэтому здесь тоже понадобятся деньги федерального бюджета. Тему прорабатываем, будем ее продолжать. По сумме пока непонятно. Да, пока, конечно, непонятно. Пока непонятно. У нас, кстати, в молодежном парламенте есть профессиональные спортсмены? Есть. Да, у нас есть спортсмен, действующий профессиональный спортсмен, мастер спорта по греко-римской борьбе. Высотин Евгений. Не шути с Евгением. У нас минута остается. Мы еще обещали про дисциплину. Про дисциплину в молодежном парламенте. По положению молодежного парламента у нас действует жесткая дисциплина. Если член молодежного парламента пропустит два или более заседаний, по неуважительной причине, мы вправе общим голосованием исключить его из членов молодежного парламента. А на его место освободившееся вы будете кого-то брать или будет работать в усеченном составе молодежный парламент? Конечно же, будем брать. У нас работает кадровый резерв. Во-первых, туда вошли все ребята, которые не прошли отбор в молодежный парламент, это 150 человек. И также мы готовим документы для того, чтобы любой желающий мог войти в наш кадровый резерв. И самых лучших активных ребят, также общим голосованием мы будем назначать членов молодежного парламента. Включать в состав. Не жестковато, Юрий Александрович? Два пропуска и все вылетело. Мы говорили вчера как раз на пленарном заседании и решили, что сейчас пока там вот домоклов меч там такой, как бы, не висит. Мы будем именно просить руководителей комитетов разговаривать с теми ребятами, которые по какой-то причине пропустили. Ну и уж если человек там действительно считает, что он ошибся, там это не его, то значит, соответственно, будет решение такое приниматься. Кстати сказать, хочу обратиться ко всей молодежи активной. У нас до 30 июня идет процесс приема документов в молодежное правительство Кировской области. До завтрашнего дня? Совершенно верно. А продлять не будете? Мы этим не занимаемся, этим занимается Министерство спорта и молодежной... Нет, я просто думаю, что люди могут не успеть собрать документы. Этим занимается Министерство спорта и молодежной политики. Это уже достаточно давно, поэтому, может быть, и будет продление, я не знаю, но тем не менее, нас попросили объявление такое сделать, и мы его делаем. Ну, основное требование. Возрастное ограничение есть? До 30 лет. В молодежном парламенте до 35 лет? Да, до 35 лет. Мы до 35 лет, потому что в Государственной Думе до 35 лет молодежное право. Хорошо, спасибо. У нас завершается на этом первая половина дневного разворота. Благодарим наших гостей Юрий Балыбердин и Дмитрий Шатунов. Успехов в работе. Спасибо всем, что у нас сегодня. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова